ксуре на хитаре готова 45 глава вторая версия ну я на прошлый объяснял здесь пока все то же самое дальше будет норм женщина вызвавшая всю эту шумику было низкоранговая ножницы она дочь зажиточных торговцев у нее был хороший характер и даже император вы бывало посещала и и но в позапрошлом году ее сразила болезнь лицо воспалился выпали волосы даже если бы она вернулась домой то низкоранговой наложнице выйти замуж не удалось бы тот факт что ей продолжали выплачивать жалование говорит лишь о заботе императора тогда почему она так себя повела на похоронах леди джин логично предположить что джин была причина ее болезни и воспаление кожи обнаруженного это низкоранговые заложницы и у леди джин вызвано эти грибы смертельно ядовито и я нашла их в рощи на севере они растут на увядших широколиственных деревьях умереть можно от одного кусочка помимо этого отравление может произойти даже от прикосновения к нему ничего себе чуть за гриб такой но на споры до какие-то кидают очень опасные лес забытый всеми на долгое время идеальное место для произрастания этих грибов такое редко случается поэтому я не заметил я не сразу заметила это очень опасная вещь хорошо что я обнаружила эти грибы не предвидеть нет передвигайтесь слишком близко а то будет вот что типа от споров ожоги до ты затронулась до него да и столкнулась с этими грибами когда мы с отцом ходили за травами с тех пор она так и выглядит всего не хорошо мы сразу промыли это место но красные шрамы остались я задумывался почему ты все время перевязываешь руки там есть еще шрамы выглядит на удивление напряженным я ведь действительно первый раз ему их ему показала нет разве что те что появились из-за моих экспериментов над собой каких еще экспериментов хобби у меня такое странное гобби ладно неважно неважно говоришь вчера я была на похоронах наложницы у нее лицо было в шрамах и волосы по вылезали думаю что дело в этом грибе разве вы не хотели это выяснить как всегда догадливая основываясь на разговоре с джинси погибшая часто использовала власть родителей в своих целях вокруг нее ходило много нелестных слухов но год назад ее сразила болезнь и она не смела даже заговорить с кем-то и похоже что она пыталась отравить леди гиокуя она ревновала императора и решила отравить леди гиокуя собираясь повторить попытку она наверняка отравилась сама и испортила свое жрецо заболев ее словно подменили она стала тише воды ниже травы и позволили достаться в гареме как и наложницы заболевшим годом ранее и теперь отравление все ее служанки пробовали еду по их показаниям она больше не могла выносить своего существования и решил убить себя приняв яд и вы хотели узнать где она его взяла верно значит леди джин умерла от отравления грибами да если так то это странно грибы при поедании могут вызвать колики рвоту и паралич а также воспаление во рту но чтобы она распространялась на лицо таком я не слышала ты уверена на ее лицо только только оттекло такое воспаление возможно только если тереть грибом по лицу но на но на ее руках воспаление не было если она так отчаялась ряд ли бы стала надевать перчатки разгадка мне понятно но нет никаких улик что такое если есть что сказать говори не дадите мне пару дней и если можно парочку влиятельных явнохов но не болтающих направо и налево дадим сразу скажу уверенностью меня нет все равно хорошо но когда это виде приказа то мне как-то спокойнее несколько дней спустя начинайте копать здесь да что за злобах ручка скелетик значит это улика на украшениях виден герб леди джин у меня было в голове еще несколько потенциальных мест на не думал что попаду с первого раза как ты поняла из-за скопления грибов у разных видов свой ареал обитания все грибы со слизью на шляпке обычно растут рядом с трупами животных или экспериментами в других местах их редко можно встретить на украшениях виден герб леди джин у меня было в голове еще несколько потенциальных мест но не думала чтобы чтоб я только что читал а у них тут косяк 2 они дважды только этот почему-то туда сюда летает да здесь местность пропахла чем-то разлагающимся я не поняла сразу так как стараюсь избегать трупов я думала что они питались с точными водами оказывается я увлеченно искал грибочки ходя по трупу год назад когда леди джин посчитали больной она уже была мертва то ли ее убили то ли это был несчастный случай ее закопали в тура еще роще тогда кого хранить несколько дней назад есть придворная леди чем местонахождение неизвестно я поспрашивал они и у других и вот что мне удалось выяснить очень уж похоже на леди джин не правда ли если изуродовать лицо того различить их смогли бы только служанки к тому же леди джин год назад стала скрываться из болезни если леди джин подменили придворные дамы и скрыли ее лицо бинтами то возможно было бы обдурить и господина джинси который приходил с визитами ладно служанки но получается что и сама придворная дама сговорилась с ними чтобы скрыть тело джин детали не знаю но полагаю что так и есть ясно я передам господину джинси это лишь моя гипотеза но кажется я знаю причину почему девушка сговорилась с ними леди джин была ревнива она просто не могла принять тот факт что я перестал посещать император а за какой-то придворной дамы ухаживают чиновники она вмешалась и дошло до драки и то ли намеренно то ли случайно но умерла служанки решили вместе придумать единую версию событий они наверняка недолюбливали наложницу но сочувствие придворной девушки и чтобы самим не попасть под раздачу а из сочувствия придворной девушки они решили скрыть смерть представив все как болезнь и девушка согласилась из чувства вины но разговоры о свадьбе все близились и было принято тяжел и было бы тяжело притворяться дальше служанки боялись что правда станет явью и сразу перед окончанием контракта девушки убили ее ладно хватит подходящий мотив умники сами составят можно еще кое-что уточнить да что что ты собираешься сделать с этой грудой грибов и есть много безумно интересных грибов например те что растут на трубах нет я не встречал таких похожих на кардицепс но если такие есть я бы хотела хоть разок на них взглянуть простым людям не понять чистого любопытства пусть это и было жестоко но все грибы были изъяты и мне понять мало мало не худо сына увидела ожоги на руках ну я их буду называть ожогами может это не сильно корректными за сын скину я не шару и конечно немножко ножка здесь ниоткуда взялась женщина похожа да то есть если вы горит правил диктиву да она не была представлена ранее но опять же это не серьезный даду актив особенно таких коротких историях про раны узнали чуть подробнее реально стрёмная фигня если не знал про такой что даже от то что трогаешь может так сильно навредить но я понимаю да опять же за спорами у них свой способ воздействия вообще на окружающую среду ведь это ну гриб это не следующий это еще одно царство то есть она не растение не животное еще один подвид живых существ такс ладно конец записи